Песня улка шла, переулка шла, кубок не тащит пошла, кубок не тащит пошла, кубок не тащит пошла. В холле Витнерской детской школы искусств заметное оживление то тут, то там распеваются ребята в ярких национальных костюмах. Все они приехали на открытый районный конкурс народного музыкального творчества «Здравствуй, Масленица». Я ожидаю от сегодняшнего фестиваля занять хорошие места, чтобы получилось, чтобы мы радовались. Мы ожидаем самого лучшего, хотим занять первое место, как и на прошлом конкурсе. Это одно из первых массовых мероприятий, проводимых с начала пандемии в ДШИ. Сейчас пытаемся уже проводить все в офлайн режиме, как сейчас говорится, и нам очень радостно, что детки на это откликаются. Конечно, мы стараемся делать это очень осторожно, чтобы не нарушить баланс того равновесия, который сейчас наметился вот в этой пандемии. Ребята сильно соскучились по живым выступлениям, зрителям и очным конкурсам. К тому же, участие в подобных мероприятиях, считают преподаватели, необходимо им для дальнейшего совершенствования. Они имеют стимул, чтобы более старательно заниматься, готовиться к занятиям, готовиться к репетициям. И для них очень важно, оказывается, получать награды. Они все хотят получить любую награду. Им не важно же, какое место, первое, второе или третье. Среди участников не только ребята из детских школ искусств муниципалитета, но и из Москвы. В гостях у нас две московские школы. Это детская музыкальная школа Стасова и детская музыкальная школа Глера. Конкурс будет проходить в двух номинациях. Это ансамбли и сольное пение. Во-первых, чудесная организация конкурса. Во-вторых, замечательная школа, шикарная школа, сцена, огромное удовольствие выступать на ней, замечательный звук, огромная благодарность звукорежиссеру, замечательная работа. И, конечно, это компетентнейшие жюри, которые также, в том числе, и из Москвы. На суд жюри свое мастерство представили пять ансамблей и 15 солистов-народников. В их репертуаре фольклорные, шуточные, военные, плясовые песни со всех уголков нашей необъятной родины. Причем не только широко известные, но и те, что до сих пор поют в некоторых российских глубинках. Хомара муха любила, хомара муха любила и кумычкой напоила. Пока одни выступают, другие только готовятся выйти на сцену и тихонечко репетируют за кулисами. Волнуюсь, хоть мы здесь уже выступаем не первый раз. В прошлом году здесь был фестиваль, не конкурс. Но все равно волнение есть, конечно. По словам компетентного жюри, все участники конкурса выступили очень достойно. Поэтому без диплома в этот день не ушел почти никто. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.